Привет всем гостям и постоянным зрителям канала Нариса Косметолог. В сегодняшнем видео я хотела показать свои последние покупки уходящим продукт из магазина Fixed Price. Если вам интересно, то оставайтесь со мной и желаю вам самого приятного просмотра. Итак, главной покупкой последних годов в Fixed Price является не молоко. Так вышло, что и дети, и взрослые в нашей семье все больше полюбили не молоко. Используем его и в приготовлении блюд, и просто как напиток. Варим с ним какао, добавляем каши, делаем гринки с ним. В общем, всем устраивает. Единственное, не забываем взбалкивать. Чаще берем классическое овсяное молоко, рисовое молоко, овсяное лайт, реже остальные ленинги. Также хотела показать интересную находку из магазина Fixed Price. Это набор шариковых ручек на масляной основе. За 8 штук мы платим около 100 рублей. И при этом получаем очень хорошее качество. Они действительно очень четко, при этом тонко пишут. И на кнопочки тоже удобно. Можно использовать школьникам, взрослым, в общем, все. Последний год влажные салфетки беру исключительно Fixed Price. Вот такие детские с удобным клапаном за 99 рублей. Раньше, по-моему, они были дешевле, но точно не скажу. Используемые для повседневных нужд, бюджетно, но при этом ни у кого раздражение энергии не вызвало. Если нет, для новорожденного, просто для детей и для взрослых идеальный порядок. Также очень часто в Fixed Price покупаем разнообразные батарейки. Это или вот такие вот алкогольные батарейки, пальчиковые, мизинчиковые. Или такие маленькие таблеточки, удобные для разных мелких приборов. И также многие машинки тоже работают под таких батарейок. Нередко в Fixed Price я покупаю и вагненные диски. Я не могу сказать, что это лучшие диски по качеству. Но за свою цену, 180 штук, очень выгодное предложение. Разные батареи нужды, для снятия макияжа и прочего хорошие вещи. Также в Fixed Price я беру как обычную туалетную бумагу, так и вот такие вот рулонные полотенца. Стоят они недорого, большой рулон, надолго хватает. Такими пользуюсь и на кухне, и в ванной, для того, чтобы промыкло лицо после умывания. Иногда беру в Fixed Price и вот такие вот хозяйственные вещи. Например, как ёжик для амнитаза 150 рублей. Выглядит очень неплохо. Я предпочитаю несколько раз в году менять такую вещь. Чем тратить слишком много времени, пытаясь его отмыть и привести в первозданный вид. Ну, мне кажется, очень красивый цвет. А все остальные интересные, полезные покупочки я покажу прямо сейчас, чуть-чуть поближе ракурс. Сегодня зашли с детьми в Fixed Price. Давненько там не были, но взяли обычную вещь молоко. Обычно муж покупает побольше, но оно тяжелое, и я взяла только одно. Сын к нему взял вот такие вот трубочки. Трубочки, но можно пить и с другим молоком, к примеру. Также он выбрал, это старший сын, такие конфетки, соки. И вот на тему Хэллоуина такую корзинку были черные и оранжевые и скелетиков. Ну, поиграть, наверное. Я себе взяла на проб вот такие вот печенья с семенами льна. Это обычные салфетки, которые мы часто берем. И вот такие вот батарейки. Ямал тебе тоже кое-что выбрал, но он уже это съел. Это будет типа мелкий вейс, что-то такое. В общем, обычные вещи, но все равно в Fixed Price постоянно что-то берем. Всем привет! Сегодня новые покупки из магазина Fixed Price. Зашла я за ней молоком, взяла, как обычно, рисовое и овсяное классическое. И решила, что хочу купить косметичку. Так, первая вот такая косметичка. Здесь два кармашка снаружи, молния и одно отделение внутри. И еще молния снаружи, которая может делать ее чуть, как я поняла, шире или уже. Стоила она 199 рублей, была в разных цветах, без запаха. Я выбрала вот такой коралловый цвет. Также я взяла вот такую побольше за 250. Тоже как целая сумочка. Она такая непромокаемая, моющаяся снаружи. Мне кажется, для всех путешествий сюда можно складывать практически все, что угодно. И косметику, и лекарства. Какие-то, может быть, памперсы детские. И салфетки. Или фен, утюжок. Сюда действительно много поместится. За цену 250 рублей вполне неплохо. И почти без запаха. Но думаю, что он скоро выветрится. Такого едкого или неприятного нет. Также я взяла себе вот такую прикольную папочку за 150 рублей для хранения документов. Мне иногда нужно, бывает, с собой какие-то документы брать формата А4. И вот такая папочка мне показалась очень прикольной. Почему взяла с девочкой? Чаще всего, когда я себе покупаю, у меня потом сыночек забирает. И чтобы он эту не забрал, взяла такую чистую девочковую. Взяла также ватные диски 180 штук. Я еще раз говорю, что это не самые мои любимые диски. Но за свою цену вполне неплохие. Также взяла от Bonhomme вот такие губки для мытья посуды. Они не очень прям какие-то дорогие, не супер качественные. Но вот как расходный материал, который нужно менять, мне кажется, не реже, чем раз в неделю, тоже весьма неплохо. Также мне в фикс-прессе нравятся вот такие вот полотенчики. Они называются, по-моему, тряпкой для уборки из микрофибры. Я как-то раньше, еще много лет назад брала синюю, недавно брала розовую. И теперь взяла вот такую голубую. Но в чем его плюс? Можно использовать даже как небольшое походное полотенчико. И оно очень быстро сохнет. И очень долговечное, на много лет, в принципе, хватает. Также у меня давно дома не было соевого соуса. Я решила взять вот такой вот за 27 рублей. Он и не очень мне нужен. Если мы на дом заказываем роллы, конечно же, в комплекте там идет. Но иногда вот просто, чтобы дома был, про запас решила взять. Также в фикс-прессе мне очень нравятся вот такие вот детские ножнички. У нас раньше были другие, но это примерно такие же. И, по-моему, та же фирма очень недорого стоит, в отличие от других магазинов. И удобно лежат в руке, не скользящие. Также не первый раз беру в фикс-прессе вот такой вот эко-ботаника. Это желейные конфеты с экстрактом зеленого чая. Бывает с семенами чая. В общем, разные бывают. Мне понравилось. И вот впервые решила попробовать манго сушеный. Я распаковала манго сушеное из фикс-пресса. Но оказалось, что оно вовсе не сушеное. Какое-то на вид вяленое. С добавлением сахара, лимонной кислоты и консервантов. Вот такой состав. И особенно в первый момент после вскрытия очень резкий какой-то кислый запах. Кисло-сладкий. И липкий очень на ощупь. Я подумала, что может у меня какой-то испорченный манго. И зашла в отзывы в ютубе. Увидела, что в принципе он так и должен гуглить. Порезала на маленькие кусочки. Наверное, все-таки рискну попробовать. Надеюсь, что со мной будет все хорошо. Откусила кусочек. Жуется вроде не тяжело. Достаточно мягкое. Вкус тоже нормальный. Я, наверное, зря боялась. Но вот этот кисловатый запах меня смущает. Как будто немножко перебродили. И вот этот общий липкий внешний вид. Например, дорогу с собой такой брать вам точно не советую. Это будет неудобно есть. Но дома можно попробовать. Это лучше всего, наверное, свежий манго. Если тебе понравилось это видео, то ставь лайк. Подписывайся на мой канал. Включай колокольчик. И пиши комментарии. Всех с наступающим новым 2022 годом. Люблю. Целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok